Для решения проблемы со своим позвоночником я пошла из обучения тайскому массажу. Я училась в течение месяца, я обучалась тайскому традиционному массажу, массаж горячими мешочками, масляный массаж, также токсен, токсен гуаша. Приезжаю в Россию, я это делаю редко, ко мне выстраиваются в очереди для того, чтобы я решила какие-то проблемы. То есть я разработала методику массажа, которая помогает снять боли буквально за один сеанс. То есть я приехала к родителям, у меня папа вот так вот ходил. Он не мог, у него защемило что-то в спине, и вот он ходил вот так вот, всё. И после одного сеанса массажа он выпрямился. Что я сделала? Я руками сначала сделала массаж, я почувствовала, где у него напряжение, откуда оно идёт, где оно есть. Простучала молточками токсен. Токсен я сейчас покажу. Это вот такой вот набор инструментов. Сейчас, кстати, мне пришёл на склад буквально на днях, пришёл очень классный ещё один колышек. То есть вот сейчас в продаже есть вот такой вот набор, и вот такой вот колышек. Идёт по позвоночнику. То есть он ставится вот так вот по позвоночнику, вот первая позиция, вот здесь он простукивается, потом он идёт дальше, и до самого низа колышек. Этому массажу две с половиной тысячи лет. Ну, есть такая информация, я не знаю, сколько она верная, но тайцы утверждают, что этому массажу больше двух с половиной тысячи лет. И после вот этого массажа токсен я проходила ваше скребочки. Скребковый массаж. Это зависит от китайцев, но у тайцев у них есть свои скребки. Вот, к сожалению, у нас сейчас переезд, мы только приехали на его дом, я не нашла ещё один есть такой очень интересный. На сайте у нас есть, можете посмотреть, он в виде такой ложки деревянных, рог с таким вот окончанием. Вот этот вот скребок, он очень классный, тайский. Насчёт токсена, тот колышек, который у нас скоро появится, вот мне его только привезли, он же с наклейкой ещё не сняла. Я его долго искала, наконец-таки я его нашла, где его можно купить. Теперь его можно заказать будет. Я сегодня же сделала карту товарной системы, забыла про него. И попрошу в том, чтобы она завтра открыла. То есть он ставится... Сейчас, давайте я отойду, чтобы на ноге можно было показать. Ставите. Идёт вибрация, идёт вибрация очень сильная, и он очень классно расслабляет мышцы. Вот одно простукивание через токсен, оно даёт результат. Вот, кстати, вот есть ещё такой молоточек, вот им получается другой немножко звук, здесь он с тайскими иероглифами идёт, письменами. Вот этот молоточек, он очень хорошо именно с этим колышком идёт. Вот я найду, если получится, потому что на выставке товарищей, у которых я брала молоточек, они почему-то по телефону не отвечают, но постараюсь найти. Вот. Это любимый массаж моей семьи. Мама, она отца очень часто простукивает, сестре она простукивает всё. Мне даже моя дочка с помощью вот этого колышка делала массаж. У меня есть видеозапись, где моя трёхлетняя дочка, сейчас я уже четыре, делает мне массаж вот этими молоточками. У меня есть инструкции, я их перевела на русский язык, и тем, кто покупает набор из этих вот колышков, отправляю документ, где нарисованы все массажные линии, по которым простукивают, и какие точки надо простукивать, при каких проблемах. Как самомассаж, так и массаж токсен. Человек, который заказывает этот набор, он получает инструкцию. Есть видеоинструкция, как делать массаж, и есть также точки, которые показывают, где, как, что простукивать. Вот. Ещё одна штука, которая... Ну, насчёт гуаша, я думаю, многие из вас знают, эти скребки, они очень классные. Как раз вот отцу, после того, как я делаю масляный массаж и прорабатываю токсен, я делаю скребковый массаж гуаша. У нас есть тоже в ассортименте масла. Да-да-да-да. Ну, это не только скребок убирает морщины. Морщины. Он убирает не только морщины. Везде, где есть защемление, то есть вы знаете, тоже кто-то с банками работал, вот в банке где-то одну банку ставишь, она... поставишь, там прям такое чёрное пятно. Вот эти скребки, они очень хорошо как раз-таки тоже... Вот воскрывёшь по спине, если со спиной всё в порядке, ничего не будет. Но если где-то есть какой-то застой, тут же выходит, бывают тёмные, бывают аж чёрные пятна выходят, как после банок. И после этого, после этого места, которое вот проявляется скребком, уже потом можно домассировать, уже можно дальше прорабатывать другими инструментами. Но вот факт в том, что после вот комбинации токсен и массажа, вот реально результат просто потрясающий. К сожалению, я сама себе сделать не могу. Вот, ещё массаж горячими мешочками один из моих самых любимых. До того, как я узнала токсен, я ходила только на массаж горячими мешочками. Вот эти мешочки, они распариваются в горячей воде. У меня тут было обучающее видео по массажу лица горячими мешочками. Я делала массаж маме. Этому видео очень много лет, 5 или 6 лет назад я делала, где ещё была принятка. Там люди все возмущались. А, какой ты грубо делаешь массаж! Да как так можно? А я показывала именно японский массаж, который работает с мышцами. Который работает не с кожей, а который работает с мышцами. И за счёт работы с мышцами мышцы поднимаются и уходят, лицо меняется. То есть если лицо немножко и собеслось, если там есть брыли, если вот здесь всё, оно очень хорошо всё поднимается, и лицо реально молодеет за один сеанс на несколько лет. И там тоже был один из комментариев, что нельзя их в кипяченую воду, нельзя их держать в кипяченой воде, их сразу надо на пар. На самом деле в Таиланде, в некоторых салонах, эти массажные мешочки их делают из свежих трав. То есть здесь вот трава тушёные, они получаются свежие, их в самом деле только ставишь на пар, пар раскрывает все травы, и уже можно делать массаж. Или если ему достали мешочек на пар и сразу начали делать, возможно, ему дали бы уж на мешочек, который они вложили в морозилку, достали после кого-то и начали делать ему, что на самом деле не очень хорошо, потому что у каждого клея должен быть свой... Да, эти мешочки можно использовать несколько раз. Так, у меня комментарий опять. Телефон заснул. Да, у меня есть маленькие мешочки. У меня есть маленькие мешочки. Я планирую на этой неделе записаться видео по самомассажу. У меня есть видео по массажу. Также я хочу... С собой у меня, к сожалению, нету. Готовилась просто именно вебинар по телу, чтобы рассказать, как снимать боли со спины. Этими мешочками тоже можно делать самомассаж, но не только эффективно. Массаж по спине, то есть тоже... Как эффективнее всего делать массаж этими мешочками, чтобы снять боль? Это сначала руками проходите, ищите, где у человека зажим, пока эти мешочки парятся, пока они там варятся, парятся, раскрываются. Вы смазываете человека маслом, желательно имбирным маслом или каким-то таким маслом, травами, маслами, чтобы предоставить ожог кожи. Проходите, чувствуете, где у человека зажим. То есть там, где у человека проблема, обычно там более-более плотная структура тела, мышц и так далее. И потом уже мешочком вы это место более так... Полностью проходите по всему телу один раз, а то место, где вы нащупали, что у человека напряжение, вы уже... Будем дружить. Вы уже проходите более основательно. Вот. Следующий инструмент тоже, который я в группе ВКонтакте измечала на стене, это вот такая вот штука. Кто-то продавал, как раз таки описала, что как подушка, тайская деревянная подушка, на самом деле тайская деревянная подушка, у нее другая форма. Кто ездил на ретрит, они знают, что она такая вот, немножко как скошенная буря, такая длинная. А это тренажер, который помогает самостоятельно снимать боль. То есть если у вас нет возможности пойти на массаж, потому что самым массаж, конечно, можно делать, но спину не достанешь, очень тяжело, то вот этот вот брусочек, он помогает как раз таки сделать самым массаж. То есть спина и шея вот так, и к позвоночнику вниз проходят. Вы ложите вот эту штучку, на нее сверху ложитесь и расслабляетесь максимально. А также его можно делать вот по лопатке. Как это вот показать, так, чтобы было видно. Вот такая позиция, такая позиция, такая позиция. То есть этот край вы ставите на основании лопатки, там, где лопатка начинается как раз ко второй, до середины лопатки. И вот так вот по краю, по кругу. Можно выше, можно ниже. И также, прошу прощения, сейчас зайду. Так, видно, видно. Можно поставить, чтобы наставить тяги так, можно поставить так, выше, ниже. То есть разные позиции, уже сами по комфорту смоются. Ну и таз. Вот. Сюда, сюда. Я когда собирала коробки, у нас недавно был переезд, у меня очень сильно защемило седающий нерв. Я полежала на вот этом вот брусочке в течение 10 минут, шло защемление нервов, даже без бальзама. То есть там, что расслабило, что стало на место, и все, меня отпустило, мне перестало сильно болеть. Вот. Это что касается по брусочкам. А ша, на самом деле, тоже можно сделать сам массаж самому, можно сделать шею, можно сделать, вот, кстати, вот это место очень полезно. Если у вас боли в спине, связанные с нервным перенапряжением, то вот эти вот места очень важно массировать. Здесь бывает иногда очень-очень больно, что если вот здесь вот дотронуться, вам больно, хотя просто нажать, значит, у вас проблемы с нервной системой. Вот. И грыжи, грыжи поясницы. С грыжами на самом деле надо быть очень осторожным. И если использовать этот брусок... Так, скажите, пожалуйста, грыжи поясницы, вопрос про что конкретно приемлемо. Вы спрашиваете про этот брусочек, про токсин или про что-то другое? Уточните, пожалуйста, чтобы я уже буре точно могла сказать. Потому что на самом деле, даже если у вас уже есть грыжа, это сразу идти делать операцию. У меня свекра сделала операцию, и ему не помогло. И если до операции, как-то у него были периоды, когда он чувствовал себя хорошо, то после операции он ходит с палочкой, буря не ушли. Можно и мужа попросить. Массаж сделать, Саша? Да, можно, конечно. Мужа можно попросить, но в теории, конечно, да. Если вы спрашивали про грыжи, про брусочек, брусочек грыжи, если у вас есть грыжи, вы кладете не на ровную поверхность, а на какой-то массажный матрас или какую-то мягкую поверхность, чтобы он прогнулся под вашим телом, чтобы не было сильного давления. Да, массаж Токсен в противопоказаниях грыж нет. У Токсен есть противопоказания. В документе написано, я сейчас на память не вспомню, но помню точно, что лихорадочное состояние, состояние, когда человек в критическом состоянии, также почему-то люди с психическими расстройствами, да, и там еще какие-то такие противопоказания. И после массажа Токсен в течение двух часов нельзя пить холодную воду, не рекомендуется. Вообще, после любого тайского массажа в течение двух часов холодную воду пить не рекомендуется, потому что это более глубокий массаж, вода должна быть теплая. Холодная вода, она нормальному движению лимфа в организме и как бы не есть гуд. Вот так. На самом деле по... ...все наши штучки. Да, при грыже единственное, я бы не рекомендовала вот этот вот, потому что он идет прямо возле позвоночника, и там все-таки я бы не стала рисковать, где грыжа. Лучше использовать вот такой брусочек и делать это не по позвоночному столбу, а рядышком, по мышце, которая расслабляет. И если у вас грыжа, то вам необходимы растяжки. Продолжение следует...